В Киеве ломают голову, как реализовать Минские соглашения, при этом угодить и радикально настроенным согражданам, и западным лидерам, которые выступали гарантами мирного процесса. Сегодня депутаты Верховной Рады призвали к ответу министра иностранных дел Павла Климкина, заново читали текст Минска-2, выяснили, что до местных выборов в Донбассе, которые провозглашенные республики согласились перенести на следующий год, успеть нужно многое. Евгений Лямин с подробностями. В Донбассе после переноса выборов ждут ответных шагов от киевских властей. Фронт работы большой, а времени все меньше. Заявлена ориентировочная дата выборов 21 февраля будущего года. К этому времени Киев должен выполнить все взятые обязательства по Минским соглашениям. Становится абсолютно очевидно, что Киев всю весну, все лето имитировал выполнение Минских соглашений, пытался обмануть Европу, пытался обмануть Россию, пытался обмануть нас, пытался обмануть своих жителей Украины как таковых. И по сути ничего не сделал из комплекса мер. И естественно целью, наверное, было заменить формат на какой-то другой, более удобный. Сам правозглашенные республики перенесли намеченные выборы, как сказано по рекомендации Нормандской четверки. Донбасс пошел на уступки, чтобы не обострять ситуацию. Давая Украине шанс реализовать те нормы, которые ей предписаны комплексом мер, мы переносим проведение выборов органов местного самоуправления, давая Украине время и возможность принять все те законодательные акты, которые предписаны комплексом мер, провести надлежащим образом конституционную реформу, обеспечить недопущение преследования лиц на юго-востоке Украины и принять, собственно, закон, который позволит нам провести выборы в полном соответствии с комплексом мер. Как было отмечено на встрече Нормандской четверки в Париже, все эти законодательные акты должны быть приняты по согласованию с представителями Донбасса. В Верховной Раде сегодня пришлось в прямом смысле слова объясняться главе украинского МИДа. Депутаты изучили текст минских соглашений. Здесь написано в пункте 9, что восстановление контроля за государственной границей начинается в первый день после местных выборов и завершается после всеобъемлюющего политического регулирования. Дальше указано, что включается в эти меры, которые обязательно нужно для этого принять, в том числе освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событием, имевших место в отдельных районах Донецка и Луганской областей. То есть, если мы подписали эти соглашения и заявляем о неукоснительном соблюдении, если это одобрено Советом безопасности ООН и заявлением массой мировых лидеров, каким образом де-факто мы избежим такой последовательности? Де-факто последовательность заключается в следующем. Начало процедуры возможно только после проведения выборов. Они необходимы юридически. До выборов у нас нет никаких местных легитимных органов власти. Соответственно, у нас никаким образом не будет настоящих органов прокуратуры, настоящих судей. После выборов мы можем начать эту процедуру. Как она будет идти, я на сегодня сказать не могу. Депутаты ставят вопрос прямо, каким образом избежать выполнения уже подписанных соглашений. Ясно, что здесь ждут от властей совсем другого. Почему власть обманывает украинское общество? Когда голосовали за изменения в Конституцию, рассказывали, что никакого особого статуса для Донбасса нет. 2 октября канцлер Германии Меркель заявила о том, что договорились об особом статусе для Донбасса в Конституции. Донбасс идет на уступки, следуя рекомендациям Нарбандской четверки. На этом фоне, конечно, киевским властям тоже не хочется выглядеть бледно. Приходится лавировать между подписанными обязательствами на международной арене и, что называется, обещаниями для внутреннего пользования. И становится очевидно, что делать это все сложнее.